Цены на автомобильные покрышки вырастут, как только правительство страны примет поправки в закон об утилизации. Народная символика на рублевой монете уже отчеканена и скоро войдет в оборот. А также все за и против возвращения высшей меры наказания в стране. Далее в программе рубрика «Обзор прессы». Слово Анастасии Калининой. Спасибо, Богдан. Да, действительно, шансы на возврат в России высшей меры наказания возрастают день ото дня. Если раньше лишь отдельные депутаты да общественные деятели позволяли себе выкрикивать лозунги «стрелять педофилов» или «террористов» на виселицу, то сегодня федеральные силовики выступают за возвращение смертной казни. Однако эксперты, и в том числе саратовские, уверены, что картина преступности ничуть не поменяется с введением смертной казни. Зато проблемы беззакония станет больше. В ситуации разбирался МК в Саратове. «Р» в кармане. Банк России выпустил в обращении 100 миллионов новых монет в 1 рубль. На реверсе место привычной цифры 1 занимает новый символ рубля – буква «Р» с чертой, выбранный в декабре народным голосованием. В том, что это все-таки монета достоинством в 1 рубль, будет напоминать надпись на ее лицевой стороне. Правда, желающим увидеть знак нашей валюты на других монетах и банкнотах придется набраться терпения, сообщает российская газета. Правительство готовит поправки по утилизации автомобилей, вернее покрышек, пришедших в негодность. Теперь производители будут закладывать стоимость утилизации в цену товара. Получается, автолюбители потеряют смысл оставлять шины вдоль дорог и на свалках, потому что деньги за переработку они уже заплатят. Подробности на страницах российской газеты. Куда уплыл Осетр? В какие города? Корреспонденты комсомолки пытались выяснить, почему исчезла российская черная икра и можно ли ее вернуть. Всероссийский автопробег «Экспедиция-2014» стартовал из Владивостока. Инновационная разработка специалистов «Росатома» выяснит, реальное состояние дорог России сообщает все тот же источник. Что же происходит в жизни звезд? «Сильная неделя» навестила в Санкт-Петербурге Юрия Кузнецова, известного большинству телезрителей по сериалу «Моментах». Актер познакомил читателей со своей дочерью и рассказал о себе. Мария Шукшина последний год снимается нон-стопом на телевидении, в сериалах и фильмах. В свалившийся как снег на голову небольшой перерыв между съемками, телеведущая решила вместе с дочерью Аней уехать подальше от столичной суеты в тихую финскую глубинку. Компанию им составили корреспонденты теленедели. Сегодня у меня все. А что нового и интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующую среду. Спасибо, Анастасия.